Мир фантастики Здравствуйте, дорогие любители фантастики! С вами снова фантастический подкаст И сегодня мы поговорим об играх Не самых простых, больших и сложных Играх, которые называют Двумя буквами Точнее, одной цифрой и одной буквой 4х В нашем журнале есть очень много поклонников Игр этого жанра, как компьютерных, так и настольных И сегодня с вами Собрались поговорить о них Павел Ильин, разработчик настольных игр В издательстве Hobby World А также Леонид Мойжес, историк игр В том числе и настольных, и компьютерных Олег Поторокин Наигравший тысячу часов цивилизации Все, чем я могу похвастаться Это главное А еще Олег хорошие статьи пишет Ой, да бросьте Любите фантастический подкаст? Становитесь нашими спонсорами на Бусти И с вашей помощью мы станем еще лучше Фантастический подкаст выпускается на чистом энтузиазме И наши авторы и редакторы не получают гонораров за участие в выпусках Оборудование зачастую оставляет желать лучшего Но вместе мы сможем это изменить В подписке на Бусти есть несколько уровней Все без исключения спонсоры будут получать новые выпуски подкастов на два дня раньше Все спонсоры, начиная с уровня Юнлинга, получат еще и черновые версии подкаста И вы оцените весь тот титанический труд, который вкладывает в каждый выпуск наш монтажер Спонсоры, начиная с уровня подаванов, удостоятся персональной благодарности на странице подкаста А мастера получат доступ в секретный чат Где смогут высказать участникам подкаста за все их А также предложить новые темы И, наконец, имена спонсоров уровня Магистр будут оглашаться в конце каждого выпуска Если мы вас соблазнили, переходите скорее на страничку подкаста на Бусти Бусти — это не только отборные бюсты лучших нью-моделек, но и новые выпуски нашего фантастического подкаста Итак, ребят, давайте перед тем, как говорить о том, какие замечательные игры мы любим Обсудим сам термин вообще — 4Х Что он значит, где его границы Почему вообще этот пластер игр так важно выделить Вроде вот у нас есть такое замечательное слово — стратегия Там, не знаю, Wargame, почему вот нужно говорить о 4Х отдельно вообще Вот мне кажется, что, Леонид, очень важно твое мнение спросить Потому что ты же у нас историк игры И твое мнение автоматически авторитетнее на собой О да, конечно Ладно, но 4Х на всякий случай А то я обнаружил, что не все даже знают аббринатуру Это explore, expand, exploit and external Цитируя, насколько я помню, в поисках Немо Увидел, убил, потребил Ну вот в данном случае, по сути дела, принцип тот же самый В чистом виде 4Х — это был первоначально применен По крайней мере, вот насколько удается найти К мастеру Фреон То есть к стратегии 93-го года И все, кто играл в космические глобальные стратегии О которых мы сегодня, несомненно, тоже поговорим Вот этот вот цикл очень хорошо могут узнать Да, у нас есть крошечная планетка Где-то в углу галактики И вся игра сводится к тому, что мы исследуем галактику Расширяемся на новые планеты Достаем из них ресурсы и убиваем то, с чем мы сталкиваемся И так, кругами, пока наконец Ну, на самом деле, не обязательно прям захватывать всю галактику Да, но нечто подобное Характерно при этом заметить, что, собственно, самая важная серия 4Х, она старшая Цивилизация Мы тоже сегодня, конечно, коснемся К этому моменту уже появилась И с этого, да, вот поэтому У нас здесь, вообще, как обычно бывает Жанрами в видеоиграх Начинаются вечные такие споры Потому что кто-то скажет, что 4Х Это вообще только космические Да, вот мастер Офреон Там, да, вот такие Где именно вы по космосу расползаетесь Кто-то, наоборот, это предельно широко Применяет вот все, условно говоря, не РТС И не экономические стратегии Это все у нас 4Х На ваш взгляд, например, Total War серия Это 4Х или нет? Вот для вас лично, коллеги Для вас Total War дает тот же ум, что те же Мастеров Ориона или Цивилизации Или другой? Я не скажу, что я прям с Total War очень хорошо знаком Играл, наверное, только во второго Сёгуна когда-то И, наверное, с моим ощущением 4Х Чуть-чуть не совпадает Потому что как будто бы больше Total War завязан Именно на последнем Иксе То есть на Экстерминейшене Ну да, название здесь как-то как бы намекает Ну, для меня всё ещё Ну, как бы это название, терминология Это всё ещё просто терминология Для облегчения, как это, объединения игр Под одну какую-то калитку Мне не кажется, что там будет прям ошибочно Total War исключать или наоборот Включать в 4Х Это просто один из тех жанров К которому очень много споров Что к нему относятся, что нет Поэтому мы не могли эту тему так или иначе не затронуть Ну да, но тем более жанры такая сейчас штука Которые постоянно перемешиваются между собой Всё же мне кажется, что 4Х Это, как ты сказал, действительно Вот там был перекос в Total War в сторону одного из Иксов 4Х это история, в которой у нас есть достаточно сильный противовес с военным действием То есть мы можем играть практически не воюя Или там не уделяя этому достаточно внимания И если ситуация на столе, ну или там в игре позволяет И при этом выиграть О да, культурная победа Да, я не говорю про ситуации, когда два игрока там месяца И третий просто за счёт этого выигрывает, не вступая в схватку Это может быть там в какой-нибудь обычной игре Типа Nexus Ops, если брать настольную Вот, или там, не знаю, Rune Wars В 4Х игре, там неважно, где игра это или настольная У тебя всегда есть какие-то альтернативы тому, что ты настроишь ещё больше танчиков Ты можешь построить там чудо света Ты можешь взять и, например, какие-то мирные атаки делать Ну, как вот культурная победа в цивилизации Там же можно было в разных частях культуры даже и землю отхватывать И так далее и тому подобное А термин, то, что вот он привязан к космосу Это действительно интересно получилось Ведь это же 90-е были, когда жанры формировались И тогда не было очень многих слов, которые мы сейчас игры называем То есть иммерси в сим тогда никто не говорил там Или даже такое понятие, как 3D-шутер, насколько помню, уже только к концу... К концу 90-х были Doom-клоны К концу 90-х появилось, да Вот, были Doom-клоны И 4Х игры тогда справедливо могли называть Мастера Форайен-клоны Или вот что-то подобное Ну, я не видел такого в прессе, но, скорее всего, так и говорили Ну, вот эта игра похожа вот на её К тому же, несмотря на то, что тогда возможностей для графики было немного Космос был очень популярным сеттингом Прям очень И уже тогда были игры, например, по Звёздным Войнам Достаточно популярные Уже существовала элита, которая, в общем-то, культовая игра И вот нужно было как-то отделять не просто космические игры от всех А вот космические игры, где у тебя есть не только стрелялки на корабликах А ещё экономическая модель, где ты управляешь не одной фишкой А сразу несколькими Ну, у нас тут как раз такой прямо хрестоматийный случай, когда появилась мощная игра Сначала одна, Мастера Форайен, а потом другая, Цивилизация Наоборот, только сначала Цивилизация А, точно, Цивилизация в 91-м году, Мастера Форайен в 93-м, простите Появились две игры, которые сформировали канон жанра, и дальше просто все старались от них плясать Так далеко, по-моему, никто от них не отошёл И вот мы имеем, что имеем В общем, да И поэтому я тогда бы, наверное, извинился перед нашими слушателями И заранее пробудил, что, видимо, прицельно мы сегодня говорим про пошаговые фэнтези игры Здесь же на самом деле очень характерно, что ты правильно говоришь Во-первых, по поводу того, что, да, это всё строится вокруг баланса этих иксов А во-вторых, того, что до какой-то степени так и едем по вот этим вот рельсам, да, появилась мощная игра про историю Появилась мощная игра про космос А про фэнтези появилось много крутого, но всё-таки немножко про другое Да, поэтому про Disciples, Age of Wonders, героев, конечно, и всё такое прочее Мы тогда, видимо, сегодня специально говорить не будем Если что, может быть, поговорим про них отдельно Тогда, чтобы завершить спор о терминологии Я хочу поделиться с нашими слушателями уже историями, скорее, настольного характера Это очень частый срач в настольном сообществе вообще считать игру 4Х или нет А всё почему? Потому что 4Х подразумевает эксплор, в зависимости от исследования И его достаточно трудно реализовать при помощи компонентов настольной игры Это должен быть какой-то туман войны Должна быть какая-то территория, открывающаяся случайным образом И очень-очень многие дизайнеры справедливо, часто справедливо решают, что этой игре не нужно И делают поле либо фиксированным, либо вот случайным, но оно вначале, например, открытое Считать ли такие игры 4Х или нет? Копии ломают до сих пор Я всё же считаю, что почти всегда можно считать И хуже от этого они не становятся Скорее, это просто отдельный жанр настольных игр, который вдохновлялся когда-то на каком-то своём этапе вот этими вот видеоиграми А потом уже пустился в самостоятельное плавание Ну, короче, в этих самых 4ХХ каждый из иксов может быть поменьше или побольше? Ну, при этом каждый ваш И ни один из них не должен прям совсем доминировать над другими Как и так или иначе всё-таки происходит в героях Или особенно в Total War, где, как известно, толковым командованием армии Можно компенсировать любые косяки в экономике и в дипломатии, в чём угодно и ещё Итак, о терминологии мы договорились Давайте добавим немного личного в наш разговор И расскажем, как мы вообще с этим замечательным жанром познакомились Я могу сказать очень просто Я сыграл в самую первую цивилизацию где-то на рубеже двухтысячелетий Мне на дискетке её скопировали соседи Мне тогда ещё совсем школьнику игра понравилась Она была интересная, глубокая Несмотря на то, что компьютер был на Windows и она запускалась через DOS Всё равно она мне понравилась Возможно, дело было в очень странном переводе В который добавили каких-то приколов Каких-то из юнитов называли намкоманами В общем, какая-то глупость была Это не там столица Зимбабве была Кемерово? Возможно, возможно Кажется, это была она Тогда очень много таких игр ходило В переводах, там, в матерное поле чудес было Вот мне досталась цивилизация с приколами Что совершенно не помешало, а может, даже помогло Сейчас бы нам эту сову из Гарри Поттера, которая видела некоторые дерьмы Ребят, а с чего вы начинали? Наверное, я пришёл со стороны РТС То есть мне вот почему-то с детства так сложилось Что там одними из каких-то первых игр были вот РТСки Там пускай Warcraft тот же И мне почему-то очень нравились именно исторические какие-то Там Rise of Nations Одна из моих там любимых была когда-то Мало кто знает про ещё игру Эндлэ... ой, нет, не Эндлэс Rise of Legends Rise of Legends, да Это, не-не-не, там было Empire Earth Вот такая была игра Очень известная Это замечательная игра, где... Я просто вот про неё вообще мало где вот в сети потом что-то видел Чтобы про неё говорили Клон эпохи Империи Там отличная компания за русских Где Григорий Назаров объединяет страну И даёт леща просто всему свету Ну в общем, да, и в какой-то момент, видимо, я как-то каким-то образом набрёл на цивилизацию пятую уже К сожалению, там легендарную четвёрку я пропустил И потом к ней так и не вернулся Вот сразу увидел пятую Там куча... уже была на тот момент куча дополнений И смотрю, ой, можно всякие весёлые штуки делать со всякими историческими другими штуками Вот за известных исторических личностей там И я такой, ну выглядит прикольно Понял, что мне нравится, помимо того, чтобы там воинов гонять по свету Ещё и что-то можно там города отстраивать Чтобы выглядели вот как-то красиво, добывать ресурсики Всё, замечательно Давайте в это играть Спойлер, в пятую циву, кстати, я играл вообще мало Потому что после нескольких полных партий я про неё забыл Вернулся уже на шестёрке, когда она только вышла И вот уже там с головой падал Ну, как-то так, наверное А потом меня ещё нашёл жанр градостроительный Ну, там это вообще была любовь с первого взгляда Но это уже чуть-чуть другое Леонид, а какая у тебя история болезни? Ох, для меня это вообще довольно личная история Потому что «Цивилизация 1» — это, в принципе, первая видеоигра, в которую я играл Мне было года четыре Она была на английском Но это выглядело, знаете, вот так Как бы такая обезьянка Потому что у меня... То есть я открывал эту игру, я пытался там что-то сделать Потом я проигрывал Ко мне приходили там какие-то мои родственники Которые ещё с нами не жили И они мне там показывали, вот делаешь вот так, получается вот то Делаешь вот так, получается вот то А потом они уходили куда-то Ну, то есть там в гости заходили Мне там 15 минут мне что-то объяснили Я начинал это имитировать В какой-то момент я таким образом понял Каким образом на вот этой территории вокруг города Размещаешь рабочих, чтобы они ресурсы собирали Потом я даже как-то сложил, что из этих ресурсов складывается производство Я вообще не знал английского ни на каком уровне Но как-то вот что-то меня в этом цепляло Я понимал, что это про историю А я как-то её всегда любил Буквально в это же время Таким маленьким трёх-четырёхлетним ребёнком Мне бабушка много рассказывала про историю Ну, знаете, на таком повседневном уровне И как-то вот меня это пёр Мне вот одно с другим складывалось Как-то всё это было очень симпатично Ну и постепенно я как-то, знаете, вот как археолог Бабушка рассказывала тебе про римско-ирокетскую войну 1722 года? Нет, нет Но она рассказывала, знаешь, очень творчески И это очень способно Не всё это, что она искажала факты Но она, знаешь, любила то вот пообсуждать ровно это Когда я там вот это У неё спрашивала там А что было бы, если бы, там, не знаю Белые победили бы в гражданской войне И да, и она там любила вот порассуждать Так что здесь, на самом деле, так-то как бы Про римско-ирокетскую она не рассказывала Но какие-то шаги в эту сторону вообще-то делались В общем, у меня всё это сложилось Я прямо, знаешь, как такой Как вот археологи восстанавливают правила настольных игр древних То есть у нас есть компоненты, но нет правил И они вот там как-то крутят и сами эти правила понимают Вот у меня ровно то же самое было с цивилизацией То есть я как бы ничего Я не мог прочитать никакие объяснения Но я понимал, ага, вот если мы Вот этот вот чувачок с конём Стукается вот в этого чувачка с палкой Он чаще проигрывает Не будем так делать Ну а потом уже там где-то 8-9 лет Там начал учить английский Что-то там уже начал разбираться И так далее Я, кстати, считаю, что это как раз Часть самого первого икса Из четырёх, которые Эксплорейшн Да, ты эксплоришь саму игру, по сути Потому что, ну вот честно Сколько я вот в какие-то из них не играл Всегда первые пару, даже десятков часов Интересно просто в игре разбираться То есть самому смотреть Ну то есть как механики вообще срабатывают Какие-либо Да, я думаю, это главный секрет этого жанра В принципе Ты... Сложная система Сложнее, чем Там обратная связь от твоих действий Будет очень непрямая Ну, блин Сказал такой фигни Обратная связь, которую выдает игра В ответ на твои действия Она очень нетривиальная часто И ты результат ее можешь заметить Сильно не сразу И мне кажется, за это Цивилизацию и полюбили во многом Да, конечно Это первое И второе И, собственно, тоже можем пойти дальше Просто не могу сейчас об этом не упомянуть Что, конечно, цивилизация для меня стала Ну вообще какой-то такой моделью По которой я, в принципе, подхожу к играм То есть я полагаю, что моя любовь к настольным ролевым Она, на самом деле, восходит даже в меньшей степени Там к моей искренней любови к флауту И Балдус Гейтв, который я там уже попозже играл А именно к тому, что для меня игра Это, в первую очередь, не какой-то сюжет Который другие люди за меня придумали Но и не просто там кликер какой-то Да, не просто такая рефлексивная штука А это такая вещь, где тебе придумали правила Натянули на эти правила какие-то образы А историю ты создаешь сам Это песочница Да То, что называют песочницей в ролевых играх В настольных Это набор инструментов Очень богатый такой набор игрушек Какие башенки ты из них будешь строить Уже сам разбирайся Вроде бы формально К песочницам Какие-нибудь градостроительные Или, не знаю, Майнкрафт какой-нибудь относится Но ведь люди, которые любят четырех стратегий Они же играют в них точно так же Только у них вместо вот этих вот кубических блоков Например, вот эти планеты Или какие-то сочетания технологий Которые игрок решил как-то вот изучить вместе Посмотреть, что из этого получится Или неудивительно, что такие игры могут затягивать гораздо больше, чем сюжетные Ну давайте сейчас, раз уж мы так говорим о цивилизации Давайте вот пытаемся понять, почему она все-таки стрельнула так Ведь да, это была одна из первых стратегий Я не спорю, она была сравнительно простая В сравнении с многими другими играми той эпохи Простая, я имею в виду, в управлении, в освоении Предлагала удачный интерфейс Но ведь должно было быть что-то еще Вот что заставляло людей просто целыми днями и ночами Прокручивать вот эти партии Только любовь к истории Олег, хочешь ты? Не, я задумался На самом деле, я тоже вот задумался Но я попробую, может, начать Да, а вы можете за мной потом поспорить даже Потому что я сейчас так немножко импровизирую Мне кажется, что дело даже не в любви к истории Что вот цивилизация случайно оказалась Я не думал, что это была цель Но такой, знаешь, вот семейные настольные игры Которые не слишком сложные, не слишком простые Понятные для всех поколений и так далее И мне кажется, что цивилизация оказалась случайно Совершенно семейной видеоигрой Да, потому что даже если мы не любим историю Мы все равно на каком-то уровне что-то про нее знаем В отличие от космоса, например Ну именно от фантастического космоса Особенно, да, на котором Там Мастер Фарион тот же самый основывается Да, она оказалась действительно Ну, с одной стороны, достаточно комплексной Но при этом она была медленной Сколько хочешь, столько осваивай Если ты знал английский И перевод сделали как бы небольшие приколисты Там было, конечно, потрясающе сделанное Обучение для своего времени Да, сейчас, конечно, их заругали За то, что у вас была возможность Просто как бы кучу текста увидеть Но она у вас была Да, не понимаете, что происходит Как бы, да, там В эпоху, когда если вы не понимаете Что происходит в половине других игр Просто умираете Если не понимаете, что происходит Или читаете мануал Ну да, да Здесь как бы мануал То все равно читаете Но он хотя бы в игре И еще так интересно написан Не художественно, но так познавательно С какими-то ссылками на историю И при этом базовые механики Живцевизации в сущности довольно простые Да, вот сама эта Вот если мы смотреть эту механику Управления одним городом Там же очень простой принцип Да, у вас есть несколько ресурсов У каждого ресурса Совершенно уникальное применение Еда применяется одним конкретным способом Производство другим Там торговля, кажется Это называется там Деньги, ну да, да Деньги то, что получать Торговля третьим На этом этапе На первый взгляд Собственно других и не было Еще не было ни культуры Ничего вот этого Они все по-разному Майнятся, по-разному Применяются Очень просто Это происходит И то же самое Там с боевой механикой У вас два параметра Да, атака, защита А ну и сколько там Атака, защита, скорость Все И из-за этого Как бы вас Очень сильно затягивает То, что Многих сейчас От 4х стратегий Отталкивает То, что Ты заходишь в игру И врезаешься просто в стену Да, типа А что Что происходит Там 20 параметров Я вот сейчас пытаюсь Моего друга Затянуть Европу универсальность Вот на нынешнем этапе Развития Европы универсальность Да Я даже не знаю За какую нацию Ему посоветовать Начинать играть Просто не понимаю Как при этом подходить А там же в сущности Довольно низкий был порог входа Вы начинаете У вас один маленький Как бы крошечный городок Хорошее обучение Да, и вы вот Как-то постепенно Втягиваете Тут же есть Ну, как-то По-моему, на русском языке Это понятие Не очень часто Употребляется Вот этот вот Эффект Еще одного хода Что как-то вот Вы как бы Все время понимаете Что происходит Да, может быть Не идеально Паш совершенно правильно сказал Что там есть Долгосрочные последствия Но зато Вы всегда В каждый конкретный момент Понимаете Вот мои города Вот мои юниты Я понимаю Насколько мои юниты идут Я понимаю Что у меня здесь строится Какой это будет эффект Да, может быть Вы на самом деле Прокосячили Может быть Вы еще 50 ходов назад Прокосячили И сейчас Только до вас Как бы это дойдет Когда вы обнаружите Что против ваших Отважных пушкетеров Там в смоленку Ну да Вот эти 50 ходов Это была игра Воистину Индуктивная Когда ты делаешь Еще один шаг Еще один шаг Еще один шаг Потому что у тебя У каждого твоего действия Есть там И немедленные И отложенные последствия Ты понимаешь Что вот Все, что ты делаешь Оно потом Вылится во что-то Большое Красивое Классное То есть ты не просто Строишь солдатик А ты строишь армию Чтобы завоевать Вот этот континент Ты не просто изучаешь Эту технологию А ты изучаешь ее Чтобы там Например пойти к другой технологии Сменить форму управления И у тебя вот Такие микрозадачи Возникали постоянно 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 Вот через ход у тебя Еще другая Через другой ход Третья И игры Которые вышли Примерно в одно время С цивилизацией Да и честно говоря Игры которые выходили В 90-е Очень большинство из них Они такое подарить Не могли ощущения Они были Быстрее что ли Или там Ну если стрелял в кого-то Ну ты стрелял Если там Это была РТСка какая-то Вот Ну сколько матч Литься в РТС Ну полчаса Ну час Самое больше А там Игра могла длиться Бесконечно И то что Казалось бы Было недостатком Да То что Игру Очень сложно взять И закончить Оказалось достоинство Ну и плюс Я так понимаю Что масштабируемость игры Со временем Как бы помогает этому Потому что Так сказать Все под твоим управлением Да Там Город Мы в первой циве Могли строить Несколько городов Или только Конечно Могли Могли Это я так В первой циве Стратегиями Это то Что они Со временем Со временем Партии Ну и С уровнем Опыта игрока Качественно Меняются То есть Если ты начинаешь С того Что у тебя задача Ротнуть первые города Хорошо Чтобы они стояли На хороших точках Тебе нужно их разведать Провести туда Каких-нибудь поселенцев Поставить Каких-нибудь юнитов Им на защиту Да Потом у тебя Начинается игра Про поиск Ценных ресурсов И подведение путей К ним Может быть войну Даже за них В античности Средневековья Дальше Космическая гонка Или гонка За технологиями Или попытки Перехватить Какой-то ценный Остров Перешейку У соседа И так далее И тому подобное Это разные задачи Это разные игры В одной игре 4 икса В одном Вот это получается Да какие у вас Любимые цивилизации Сейчас Вот сейчас Из цивилизации Да Я вот в цивилизации Играл не все Я играл в первую Третью Четвертую И пятую И я считаю Что они все хорошие Я не могу назвать Ни одну из этих игр Из четырех игр Плохой И про шестую И про вторую Я тоже хорошие слышал Мне очень импонирует подход Подход авторов К серии Притом Совершенно удивительная история Это серия Которая с каждым номером С каждым номером Меняла Значительную часть Команды разработчика И каждый раз Получалась хорошая игра Мне очень нравится Их подход К разработке Который Я так понимаю Где-то к третьей части Был сформирован Когда они берут Треть оставляют неизменной Треть берут там Из каких-то Предыдущих частей А треть Полностью новую Какую-нибудь механику И каждая часть Цивилизации Воспринимается Не просто Как продолжение Великой серии Все тоже Но с графеном Получше А как самостоятельная Новая игра Которая тебе может Нравиться или не нравится Это круто Графен получше И тут именно Шестая цива решила Такая Ну или нет Ну это Конечно для кого как И я в шестую циву Например Постоянно играю Играл Был официальный мод От разработчика Который накатывал Как бы на мир Графику Ближе к пятой части Потому что Мультяшность шестой Я насколько помню Очень многим Пришлось не по вкусу Это как раз нормально Людям всегда Все не нравится Когда что-то меняется Они всегда Практически всегда Встречают штуки Если это серия С 30-летней историей У тебя других отзывов Не будет Обязательно застрой Любое изменение Потом кстати Насколько я помню Даже была какая-то Онлайновая цива После шестой Которая чисто В браузере игралась Или что-то такое Но я вот Здесь Не особо в курсе Которая совсем Чуть ли там Не под мобильные устройства Или что-то такое Не уверен Что это официальное Может быть и неофициальное Я знаю даже Браузерную такую игру Которую Не то что ты играл Даже у меня работали Знакомые В этой команде Разработчиков Очень много Стратегий Цивилизация Породила Так что О них можно говорить Бесконечно Нет Цивилизация Революшн Их даже две части Для переносных устройств Первая сейчас 2008 года Вообще У цивилизации же есть В принципе Спин-офф Я вот Хотел бы Попозже Много Поговорить Про Альфа-Центавру Да Но вот сразу Нужно упомянуть То что кроме же Вот этих вот Основных Шести цивилизаций Есть еще Да Вот эти вот Цивилизации Революции Которые для Переносных устройств И есть еще Сидмейер Альфа-Центавра Там собственно Даже цивилизация Не употребляется В названии Но ее как-то Так относят К этой серии Ну во-первых Потому что там Очевидные источники Вдохновения Команды разработчиков Кроме того Потому что это Своего рода Сиквел к цивилизации Да Он основывается На научной победе Да Вот что случилось Если бы долетели Такие да Той самой Альфа-Центавра Крутейшая Совершенная игра Но вот Потом поговорю И я насколько помню Бейон Дорс Кстати А вот кто-нибудь Сыграл в Бейон Дорс Я поиграл немного Мне очень не понравилось Я не знаю Вот Синдром утенка У меня В смысле что я просто Сравнил все время С Альфа-Центавр Или правда игра Неудачная Но мне прям очень Я играл В Age of Wonders Planetfall Считается Нет Age of Wonders Planetfall веселый Там есть Бейон Торф У нас до шестерки Вышло Если я правильно Помню Да И да Я после пятерки В нее как-то заходил Она мне тоже Она мне не то что Не понравилась Ну как бы Она была Ну какой-то скучной То есть Я не увидел Ничего Прям сильно Отличающегося От пятерки Ну вот По крайней мере Сейчас я такого Ничего вспомнить Уже наверное Не смогу Увидел просто Скорее такой Рескин Цивы Под Ну типа Другую планету Я такой Ну мне как бы Было интереснее За Клеопатру И Древний Египет Разваливать Соединенные Штаты Чем За там Не знаю Какой-нибудь Межгалактический Альянс Каких-нибудь Фиолетовых Мужиков Там разваливать Зеленых Мужиков Я могу ответить На это Только словами Первого главного Редактора Мира фантастики Николая Пегасова Который он Произнес 12 лет назад На выставке В Красноярске Космос не продается Его За эту фразу Очень не взлюбили Многие люди И до сих пор Ему до сих пор 12 лет спустя Это припоминают Но это как раз Тот самый случай Не то что Космос не продается Он продается Но что имел ввиду Николай Что По крайней мере так Что я имею ввиду Под этой фразой Я когда ее повторяю Вслед за Николаем Так это то что Космос Трудно сделать Привлекательным И интересным Вот просто Сами по себе Нужно стараться То есть фэнтези Легче сделать Красивым Там даже Исторический Какой-то сеттинг Мне кажется Проще чем Космос Космос он Мрачный Черный Это одинаковые Какие-то чуваки В скафандрах Какие-то страхолюдины Там бегающие В общем-то Без интересного Бэкграунда И так далее И тому подобное Нужно быть Гигером Нужно быть Джорджем Лукасом Чтобы уметь Просто из каких-то Подручных средств Делать классных Инопланетян И запоминающихся Персонажей Вот авторы Биан Торст Не смогли Ну вот кстати Да Я думал Это Комментарий Оставить Наверное Уже на Когда Будет прям обсуждение Космических Так мы уже их обсуждаем Мы уже их обсуждаем Ну да В общем вот Пришли к ним Просто Я вот Почему Я вот уже говорил Сегодня Ну как бы Вне подкаста У меня так получилось Что с космическими Я застал только Галактик Телевизейшн То ли вторую То ли третью И то это было Ну вот Максимально Давно Я только помню Красивые космические станции Которые там можно было отстраивать И все А в целом Вот смотрю Например на Стеларис Какой-нибудь И думаю Да Я хочу в это поиграть Там вот Все эти там Окошки С кучей разных Вот этих Механик Я вижу Что в отличие от той же Цивы Там есть какие-то сюжетные Там веточки Что-то Да Какие-то события И все такое Я вижу Масштабирование Микроменеджмента В макроменеджмент Вот это кстати Я считаю Что Цива По крайней мере шестая Цива От этого страдает От недостатка От такой штуки Но Потом Я вот смотрю Все еще Смотрю на Циву Там Или на условных Humankind И думаю Боже Какие же там Красивые города стоят Как же вот это все Вот оно Там Вот всякие Историческая Архитектура С которой сливается С земной природой И вот Все там Под закатным солнцем И думаешь А Душа поет Смотришь на Стелларис И это световые точки На черном фоне И я думаю Блин Ну вот как-то Это очень глупая причина Не играть в Стелларис Нет Это совсем не глупая причина Это причина По которой В него не играет Много людей Я чуть-чуть защищу Конкретно Стелларис Разработчики пытаются Они вот сейчас Как раз там Экспериментируют Они берут Знаете Все эти красивые Насовские фотографии Туманностей Каких-то И пытаются Как-то их Под них Стилизовывать Там отдельные Локации Ну да Космос Конечно Это Ну Очень много Пустоты В первую очередь И понятно Что это был Большой плюс Когда выходил Мастер Африот Потому что Ну На тех мощностях На этом этапе Это наоборот Существенная Такая экономия Устилей Что Никто вам не предъявит За то Что у вас Какая-то Убогая графика Потому что На что вы хотите Вот да Космос Вот так вот Выглядит Там не просто Не просто Космос Вот этот был Почему Мастер Африот Еще зацепил Людей Тогда Самый первый Там они Даже не культовый Второй Из-за как раз Вот этих ограничений Они сделали Не фиксированную Главку Они ее Процедурно Генерировали Это была Одна из первых Популярных игр С процедурной Генерацией И это оказалось Огромным преимуществом У нас множество Игр Дожило до наших Дней Ну Я имею ввиду Как популярных игр Например Те же герои Меча и магии Третий До сих пор Популярный Из-за генератора Случайных карт Ну вот А Райан Это предложил В 93-м году Типа ну вот Поиграйте Вот мы тут Сгенерировали Вам что-то Там Зерен у нас Несколько тысяч Миллиардов Не наиграйтесь А в первой цеве Кстати Была генерация Была 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 Толго и дело Да Ну просто Это еще Еще один плюс Большой В копилку Жанра Что Реиграбельность Благодаря вот Таким вещам Высокая Сценарий развития Меняется Но и Территориально Всегда все По-другому У тебя появляется Чувство исследователя Тебе интересно Эту карту раскрывать Ты всегда думаешь Будет какой-то приз Или нет Будет ли какая-то штука За которую бороться Или может быть нет В первой цеве Вообще-то был Реально Исторический сценарий Где была такая Карта земли И ваши поселенцы Начинали Ну условно В тех регионах Где должна была бы Стоять ваша столица И он был Абсолютно Шизофренический Потому что он был Совершенно Не забаланшен Ну то есть Там например Условно говоря Поскольку они пытались Сделать реальную Карту земли Там за Англию Вы начинали На крошечном Пятачке Там он был Пять квадратов Размером Вот вся эта Англия Ну потому что Цитля Очень маленькая территория Вы не могли Тут выбраться Никак Мы-то с Леонидом Понимаем Что Англия Должна была Начинать Где-то в районе Германии Ну это уже Отдельный момент То что там Одновременно Были Ацтейки И американцы В главе с Парахамом Линкольном Это конечно Классика Цивилизации Зато и любая А в Южной Америке По-моему Не было никого Никого Да Потому что В первой цивилизации Не было Инко Нет-нет Только Ацтейки Бразильцы По-моему Конкретно земная карта Качуя Из каждой части Она есть По-моему Во всех частях Да Но они кажется Немножко Заморочились На ее баланс Ну как минимум Они ее разделили На несколько То есть Есть карта Чисто Европы Потому что Вместить целый Земной шар В ограничение Карты цивилизации Все еще тяжко Чтобы там Компьютер хоста С ума не сошел Мне кажется Что они Да Вот эта процедурная генерация Вот эти замечательные карты Это все здорово Но вот у них Если помните Во времена третьей части Было дополнение Конквест Которое предлагало Уникальные сценарии На регионированных картах Где уже есть Какие-то построенные города Какие-то Типы юнитов Уникальные У всех Даже технологии Новые технологические древа Для каждого сценария Там были Оригинальные условия победы Везде Например Был сценарий Где нужно строить чудеса И получать за них Много очков Там был сценарий Где ты получаешь очки За удачное Военные действия И там Жертвоприношение Была вторая мировая Ну что-то такое Это было круто И это не получило Дальнейшего развития В серии Почему-то Ну на мой взгляд Зря Это стоило того В шестерке Кажется Три Ну Вот на старте Несколько сценариев Похожих было Там можно было За норвежских Викингов Отыгрывать Сразу на готовой Карте Поплавать По Европе Грабить ее Можно было За гунов Кажется Надо было За сто ходов Захватить Как можно Больше Территорий Круто Круто Не знал Надо будет проверить Но вот Мне единственное обидно Что они Очень быстро Забросили Эту идею На всем Протяжении Жизни Шестой Целую Она у нас Боже В 16 В 17 Чтобы не то Чтобы Очень сложно Их делать В такой Песочнице Мой любимый Постоянно Раз в несколько ходов Если ты там Очень успешный Появляется Этот вредина Король Который Повышает Налог На продажу Твоих Замечательных Товаров Европу Пока ты не психанешь И не объявишь Ему войну И он после этого Начинает высаживаться На те огроменные Армии Блин Игра реально Классная Там Был элемент Исследования Интереснее Чем в Циве Там были Затерянные Храмы Там Были вот эти Индейские Племена У которых Можно было Учиться Там быть Какими-нибудь Разведчиками Или там Фермерами Ух Им бы еще Такую игру Сделать Да на ново Сейчас Про колонизацию Это наверное Уже не очень Хорошая Но они могут Другую тему Подобрать Или сделать Как немцы С Сетлерсами Или с Катаном И реализовать Это как-то Без местных Жителей На колонизации В фантастическом Архипелаге Ну я бы собственно Вернулся наверное В космос Да Давайте Вот А вот кстати Расскажи про Galaxy Civilizations Я все время Как-то вокруг Нее хожу У меня даже Куплено Причем по-моему Даже две части Но я совсем Мало в них играл Как-то меня не зацепило Может быть я дам Какой-то второй шанс Что это вообще такое Нет Это ты меня зря спрашиваешь Потому что я Вот Честно говорю У меня память так работает Что я помню Что я в нее играл И на этом Я тут так же могу сказать Что я Видел Целый час Геймплея Ладно Не сейчас Вру Наверное больше У меня был диск Этих Космических рейнджеров Вторых Но Вот сказать Что я помню Как я в них играл Это будет Вранье Абсолютно Вот То есть Все что помню Что мне нравилось В Galactic Целевизейшнс Это выстраивание Вот единственное Воспоминание Какое-то Что ты там Выстраиваешь Какую-то прям Торговую сеть Среди Своими там Космическими базами В разных Солнечных системах Был ли там Графический интерфейс Застраивания На планетах По-моему Кажется Был То есть Там было На планете Было несколько Целых секторов И на этих секторах Можно было Даже что-то строить Чтобы там Добывать условно Ресурсы С этой планеты И мне вот Просто нравилось Ощущение того Как у меня Торговая Какая-то корпорация Так разрастается Но Как бы Это не то Что ты хочешь От меня услышать Явно Вот А так Что-то продающее Я по Galactic Целевизейшнс Увы К сожалению Уже Не помню Просто для меня Вот И Galactic Цивилизейшнс И Серия Эндекс И до какой Цепени Даже Мастер Фурион Хотя мне Больше всего Из этого Нравится Они все Иллюстрируют Одну и ту же Проблему Того что В силу того Что в 4х Стратегиях У нас нет Никакого сюжета Там вечная Проблема Что делать Как бы С миром И с тем За кого Можно играть Каким принципом Все должно работать В цивилизации Тут все просто Там мы берем Реально Какое некое Подобие истории Мы берем Известные Государства И мы Когда придумываем Механики Мы ориентируемся На Ну как бы На реальную историю Понятно Несколько упрощенную На там И Часть за частью Добавляем Новые и новые Штуки Ага Вот у нас там Появляются Отдельные религии Там же сначала Этого не было Там просто были храмы Вот там Культура С третьей появляется Вот там еще Что-то Еще Что-то Еще Прекрасно А здесь Штука про космос Их же очень много Да Вот уже Упоминали Лукас и Гиггер От Лукаса до Гиггера Да Это же Целая вселенная Разных вариантов И Как бы Космос Он для всех игроков Он очень раз Даже банальная Такая вечная Проблема С раз Потому что Я Например Я люблю фэнтези Больше чем фантастика В принципе И поэтому Я люблю Вот знаете Таких пришельцев А-ля Стартрек Когда у нас Здесь живут люди Здесь живут люди С острыми ушами Здесь живут люди С костяными наростами И все Это как бы Предел Моего Запроса На разнообразие Как бы разных Инополнитян Но в то же время Я не то чтобы Не понимаю людей Которые говорят Какого черта У вас везде гуманоиды Где Какая-нибудь Стремная Непорядная Ересь Где там Пришельцы Дельфины Где мои Разумные камни Где мои перечницы Из доктора Кто Только по факту Люди не будут За эти разумные камни Особо играть Если они не фанаты Стелларис Только большие Я уверен Что очень многие Играют за людей До сих пор Просто потому что Приятнее на них смотреть Чем на какой-то там Амеку Ну вот как-то И вот все время Непонятно что делать Потому что вообще-то же Мастер Афарион Он пытается Даже начиная с Мастера Афариона Были попытки Скорее вторым путем Да В тех же самых Мастер Афарион Там же расы были Там были эти гуманоиды Они были в основном Такие около гуманоидные Но это были там Гуманоидные котики Муравьи Там была Раса гремленов Такая Ну и так далее Они были такие Сильно отличающиеся И потом там В Galactic Civilization Да и в Мастер Афарион Там все это шло дальше Куда-то в сторону Такой большей экзотики Там появляются Какие-то Киты Какие-то дельфины Прочая ересь И как бы Я все время себя чувствую Странно Потому что я с одной стороны Ну как бы Я испытываю некоторое уважение Особенно для разработчиков Которые там реально Придумали какую-то механику Которая Отличает Игру за расу Космических дельфинов От игры за расу Людей Реально Придумали Посидели Придумали Но это вот абсолютно Как в меме Хорошая механика Пользоваться я ей Конечно не буду Потому что Ну никакого желания Это 64Х Стратегия Десятки часов Да никакого желания Сливать там 30-40 часов В моей жизни Построение Галактической империи Разумных дельфинов Там или Разумных муравьев У меня по большому счету Нет И вот я как-то Все время Странно очень чувствую Из-за этого То есть ловится Какой-то Дисонанс Вот поэтому Как я и говорил Космос не продается Как говорится А где вы были Когда в Звездных войнах Появились космические киты Мне все же кажется Что Действительно Это когда даешь Космическую игру Нужно постараться Сделать ее Привлекательной Не только там Для какого-то гика Которую хочет оригинальной Ради оригинального А для достаточно Среднего Пусть даже Пошаренного геймера И это трудно И это мало кто может Вот Я бы похвалил за это Серию Endless Я не играл в Endless Space Но в Endless Legend Мне очень понравились фракции Что это не просто Какие-то Смешные гуманоиды Но насколько я понимаю Именно он Фэнтези Да, это фэнтези уже скорее Но фэнтези Такое, знаешь Постапок фэнтези Оно странное Это фэнтези Примерно вот Насколько Умирающая земля Фэнтези Они взяли Не просто Какие-то концепты Вот у нас Какие-то эльфы Пусть будут А придумали им Уникальные Интересные дизайны Придумали им Уникальные Интересные механики Связали все это вместе И подумали А как вообще Все это вместе В одном мире Должно жить Вот это круто Ну вот У меня в серии Endless Как раз примерно То ощущение Которое только что Описал Я так понимаю Что Endless Legend Я не уверен Потому что Я не читал про него Специально А из игры Это скорее Складывается ощущение Но я не нашел Прямо прямых партизаней Что это в одной вселенной Что там Это то ли какая-то планета На уровне средневековья Куда упал корабль Вот из Endless Space Как бы То ли еще что-то Но вот Для Endless Space Он произвел ровно То впечатление Которое сказал Оригинальная ли там раса Да Вот никаких претензий Там есть Там есть такая классическая Далактическая империя Такая немножко А-ля Вархаммер Не такой отъехавший Там есть раса клонов Одного конкретного чувака Причем этот чувак Он абсолютно сумасшедший Еще И вся его раса Это бесконечное количество Таких упоротых клонов Там есть какие-то Воинственные гуманоидные птицы И они действительно разные У них действительно разные Механики И я сижу И чувствую себя странно Потому что Как бы Клево Но я не хочу на них играть Как бы Я не переживаю за этих ребят Они мне не нравятся Они не симпатичные И я как бы себя дураком Полным чувствую Потому что мне с одной стороны Как, не знаю Какому-то человеку Которому интересуется Играми Игровыми механиками Любопытно посмотреть Но никакого удовольствия Я в итоге не получаю Понятно Диверсити И инклюзивность Леонида Не распространяются На негуманоидных Как говорится Можно мне моды Которые заменят Это все на людей Нет, ну как бы Нет, я говорю Я люблю фэнтези Да, вот фэнтези Раз Мне как бы нравится Да, а вот Раз Гуманоидных Богомолов Ну как бы Прикольно Да, прикольно Любопытно Но Как-то эмпатию У меня на них Девочек работает Леонид, ты напомнил мне Один мод Из диска игромании Для третьей цивилизации Которую я как-то поставил Вот Который заменял Рожи советников В игре На Лица Порноактрис Кажется Вот Ну или топ-моделей Я не знаю точно Но у них были Какие-то очень томные Уражения лица Ну спасибо Ну раз уж Сейчас мы про Эндлесс серию Я в нее Саму не играл К сожалению Но она же у нас От Амплитуд студиас Которые сделали Хьюманкайнд Уже ближе к циве Нечто По Внешнему виду И вот Павел, ты говоришь Что В Эндлесс Ледженд Они Хорошо Вот Замутили Все это С Вот этими Расами Которые Фэнтезийные Расы Вот в Хьюманкайнде Ну там естественно Фэнтезийных Рас нету Просто это Скорее укол В сторону Этой игры Такой внезапный Ну пускай будет Именно здесь Там же Фишка Хьюманкайда В том что ты Начинаешь Не за какую-то Определенную Цивилизацию А за просто Вот Неких Кочевников И в какой-то Период истории Ну там У вас Меняется эпоха И ты сам выбираешь Какой ты нацией Станешь Тебе дают на выбор Там 12 Ну сейчас там Около 11-12 Наций Которые Существовали В какие-то Древние времена Потом Те что существовали В какие-то Античные времена Потом в Средневековье Ну и так далее И так далее И вот У меня была такая Претензия Как бы Ну до сих пор Есть претензия К игре Что как будто бы Да Вы мне набросали Кучу здесь Вот Всех вот этих Разных Народов И я могу Сначала быть там Каким-нибудь Древним Китайцем Я знаю Что так Неправильно Говорить Там Империя Цинь Или что-нибудь Вообще Скорее всего Хань Наверное Самый Первый Может Да Потом я могу Следующее Мгновение Я могу перескочить И стать Каким-нибудь Итальянцем Не Цинь Скорее всего Да Цинь Потому что Это как раз В эпоху Римской империи Они вот Цинь Самая первая Китайская империя Это Цинь Собственно Цинь Шхуанди Предыдущие были Такие полудегендары В общем Вот есть ощущение Что из-за того Что я Меняю на ходу Вот эти Эти народы И игра Как бы Ну Она это никак не учитывает Кроме как Вот у меня Сохраняются там Бонусы от старых народов И добавляются Бонусы Какого-то нового народа Но То что Простите Я только что Был за Там Каких-нибудь Древних инков А теперь я за Там Не знаю Русских казаков Тоже как будто бы Ну Ладно Хорошо Пускай И вот Тоже такой как бы Диссонанс происходит Потому что Игра Никак это не учитывает Нету каких-то Как будто хотелось бы Чтобы это генерировало Какие-то ситуации Относительно Того что У тебя происходит Вот такая смена Парадигмы Ну Ты можешь кстати Рассказать Про свой опыт От Хьюманкайнда Я вот например В него не играл Его сейчас нельзя Нормально купить В стиме Как раз когда я захотел Это сделать Но случились Всем известные события Мне Хьюманкайнд Сейчас На момент Вот когда У них вышла Уже пара Каких-то больших Дополнений А мы знаем Что 4х Стратеги Они в принципе Живут своими Дополнениями Потому что Сейчас Нет такой 4х Который бы не ругали На релизе За сырость Потом там Через лет 5 Уже хвалили Когда Все Все до вышло И мне Нравится Там множество Механик Которые Как бы Смотрят На цивилизацию И думают Что мы можем Сделать Лучше И интереснее Мы можем Сделать Интереснее Дипломатию Можем Сделать Как-то Боевку Ну точнее Боевку Мы можем Просто Перетащить Из серии Endless Ну там Допилив ее Напильничком И Как бы Это все Здорово И это работает У меня вот Как я уже говорил Наверное Моя претензия К казалось бы Главной механике Хьюманкайнда Что ты Не начинаешь За конкретную Расу Ну За конкретную Нацию А меняешь их Как вот Перчатки Во время игры Это с одной стороны И здорово Но с другой стороны Как будто бы Лишает партию А другие Вот про этот Особенность Ты уже поговорил Что ты еще Можешь сказать Что у этой игры Все-таки есть Положительного В сравнении С цивилизацией Положительная Мне нравится Ее переход С микроменеджмента В макроменеджмент То есть Вот Это то Что я уже упомянул Чего мне лично Вот в циве шестой Например Не очень нравится Это головная боль Жанра вообще То что Рано или поздно У тебя и твоя Империя То что находится Вообще под твоим контролем Становится настолько огромным Что тебе Крайне трудно Этим управлять Да И Humankind Он старается Вырасти В что-то Крупнее То есть Когда ты уже Такое понимаешь Что да Уже управлять отдельно Своими городами Лень И не хочется И там все Практически На автомат ставится И хочется заниматься Чем-то Более масштабным Более крупным И вот с этим Как бы Humankind Ну Не скажу Что он прям Справляется на отлично Это все-таки Такая Ну как ты и сказал Это болезнь Родословная У 4Х И просто Humankind С ней вроде как Ну поинтереснее Вот что-то придумывает Давайте вспомним Кстати Какие игры Справлялись С этой проблемой Я сходу Вспоминаю Стеларис Его губернаторами С вот этими Попытками Да Они там вроде Там же вообще Автоматически Я так понимаю Идет управление Да Автоматизировать Какие-то Рутинные действия Их Многие ругали Прям очень многие Но по-моему Это скорее Зачет Чем не зачет Я бы здесь Даже выделил Два разных подхода Потому что С одной стороны Есть автоматизация То есть Ты Разрастаешься Все равно Как все та же Гигантская Стремная Крякса Как в ранних Ссылах Но Просто Тебе не нужно Строить Казарми В каждом Твоем городе Но вообще-то На мой взгляд Настоящее решение Этой проблемы Состоит в том Чтобы делать игру Во-первых Возможной А во-вторых Интересной Просто без Вот этого Безумного разрастания И вот здесь Вот я как раз Похвалил бы Парадоксов И вообще немножко Предложил бы О них поговорить Потому что По-моему Не считая Отдельных Штук В цивилизации Например Венеция Я просто как раз За Венецию не играл Пытаются делать Нечто подобное Большая часть 4Х Они как бы Исходят из того Что мы все хотим Не мытьем Так катанием Увеличивать Нашу территорию Можно без насилия Можно культурным Или религиозным Накоплением ресурсов Но все равно Мы такая Бесконечная Все жрущая И большая Амеба А в парадоксовских Играх Как раз Есть вот это Постоянное Их стремление К этому Высокому Развитию То что вы можете В принципе Играть Не увеличиваясь И чувствовать себя Неплохо Я буквально Сегодня Прямо сейчас У меня есть Тера В Стелларисе В котором У меня Две планеты Технически Это одна планета И космическая станция На орбите Той же самой системы Все Это вся моя империя Ну и плюс Какие-то незаселенные системы Из которых я ресурсы получаю И естественно В таких условиях У меня вообще Проблема масштабирования Не возникает И я хочу подчеркнуть Что это не мешает Мне быть в военном плане Самой могущественной Цивилизацией В галактике И на мой взгляд Как раз Вот здесь На самом деле Лежит что-то интересное Потому что Ну да Можно с более крутым И сделать так Что игра Играет сама в себя За игроков Ну Круто Да Ну непонятно Тогда Зачем Да Но по-настоящему Прикольно Просто В принципе Не оказываешься В той ситуации Где у тебя есть территория Управлять которой Скучно Потому что Мне кажется Что Если разработчик Оказывается В необходимости Решать Эту проблему Он уже как бы Провалился Потому что Ну как бы Что за хрень Ну да Провалились Почти все создатели Четырех Игр Смотри Ведь у парадокса Почему ему классно Большинству парадоксовских игр У них есть Очень мощный бэкграунд В виде нашей Реальной человеческой истории Они могут События сделать Каких-то исторических лидеров Там Пути развития Чтобы было чем заниматься Когда ты маленький Там из двух провинций И когда ты занимаешь Половину Европы Стеллариси С этим туже Но Они справляются Заимствуя Идеи Из всей научной фантастики Которая только может Честно говоря На мой взгляд Это им Стеллариси Скорее не удалось Не удалось Делать там Интересные сюжеты Интересных персонажей Но они честно Пытались Пытаются И за это Им Конечно Пять Ну Нет Смотри Мне кажется Что То что Парадоксы Пытаются И не всегда Успешно делают Это делает так Что играть Не воюя Интересно Это же На самом деле Мы начинали С этого разговора Про 4Х И действительно Начиная с первой Цивилизации Можно было Выиграть От науки Но Как правило Это было просто Ну менее прикольно Ну в смысле Что ты просто сидел И строил университеты И ждал И кликал на окно Ну понятно Что я чуть-чуть Упрощаю Там все равно На тебя как-то нападал Ты там что-то захватывал Но сравни Завоевание всего С Вот этим вот процессом Цивилизация Пытается Как раз Делать Культурные атаки Распространение Миссионеров И прочее Парадоксы Тоже Что-то такое Ковыряются Получаются По-разному Да Вот в Стелларисе На мой взгляд Все-таки За специфические нации Например Можно за мегакорпорацию Поиграть До какой-то степени У них что-то такое Выходит Хотя конечно Все равно Настоящая такая Драма Особенно если Ты уже там Играл в игру Несколько раз Такие там чисто Вот их Прегенеренный контент В основном видел Конечно настоящая драма Она подразумевает Мачилу Не случайно Что в конце Стеллариса Это так будет Гейм Крайсис Да Но не всегда Вот все-таки Из парадоксовских Основных игр Из главных линей У них конкретно Про войну Только одна игра Это Hearts of Iron Вот это вот прям игра Про войну Во всех смыслах Все представители Правого спектра Очень любят Эту игру По той причине Что она позволяет Как раз Поджечь весь мир Десятию Двадцатию Тридцатию Разными способами За разные там Идеологии С разными вооружениями И в воздухе И в воде И на суше Даже Европа Она вот Да Она все еще Наверное Вот после Hearts of Iron Наверное Следующая игра Вот по роли Военных действий Она во многом Про закрашивание карты Но там есть Исторические какие-то события Там есть Вот эти все Парадигмы Культурные Разные Они есть И они влияют Но она все еще Да Вот Европа тоже Наверное Все еще Про войнушку Но когда мы доходим До Виктории И тем более Крестоносцев Это игры Не про войну Ну точнее Крестоносцы Это в том числе Война Но там Все-таки Акцент смещен На другое В Виктории Это экономика И контролирование Рынков А в крестоносцах Это Синс В средневековье Тебе гораздо Вот если ты Ну ты сам прекрасно знаешь Если ты зайдешь На какой-нибудь форум Там по парадоксам Там дай бог Половина будет Про то Как воевать За такую страну Но гораздо больше Там сообщений Будет про то Как смотрите Мой правитель дебил Сделал такую смешную штуку И это здорово Это они наверное Первые на моей памяти У кого так получилось Сделать практически Социальную какую-то игру Из большой Сложной стратегии Ну ролевую Да Ролевую Ну вот Я не знаю Опять же Можете со мной Здесь поспорить То есть Мне кажется Что вот с Викторией Особенно со второй Я полностью согласен Да Действительно И мне как раз Очень понравилась Виктория И я очень ждал Третий Потому что Мне Я действительно Понял Что вот Я играю В игру И я Во-первых Вижу Что я Выигрываю Ну или Проигрываю Ну что Как бы Что ситуация Меняется А я Не сражаюсь А во-вторых Дипломатическими Строение Или Ты можешь Попытаться Крестить Своё государство Это тоже Отдельная игра В игре То есть Ты можешь Вообще Забить На расширение Территории И сказать Опа А я Сделаю Русь Христианской И бороться С реакцией Которая на это Возникает Это будет Интересно Но это всё равно Понимаешь Либо придёт К войне Либо Там просто Не будет Вот такой Рутин Потому что Пока ты воюешь Ты смотришь Вот здесь У нас такой Ландшафт Вот я сюда Победу армию Вот я Тут что-то Сделаю А с той же Самой религией Да это прикольно Что действительно Ты можешь Забить на расширение И просто Попытаться Давайте мы Оборотим Русь В буддизм Но у тебя Просто Не складывается Какой-то Интересный Рутина От процесса Ты обращаешься В буддизм Часть твоих Халуёв В смысле Пардон Вассалов Делают то же самое Часть нет Ты посылаешь К тем Кто нет Деньги Часть из них Обращается Часть по-прежнему Шлёт тебя к чёрту И ты сидишь Ждёшь Пока они Восстают То есть здесь Не хватает Вот Ну собственно Какой-то Вот такой же Мини-игры Которой является Вот эта вот Война В 4Х Да Вот с каким-то там Не обязательно Даже комплексной Но тем не менее Которое всё-таки Вот как-то бы Затягивало Да Что можно было бы Там агентов Как-то подвигать бы Может быть Не знаю Миссионерами Посражаться То что я так понимаю Как раз в 6 цивилизации Вот этого Много Каких-то вот Попытались делать Что-то именно В эту сторону Вот мне таких штук Чуть Знаете То что в Виктории Действительно Сделано с экономиками Вот мне этого Очень не хватает Ну тут уже Грех их винить Потому что Этого Не сделал Вообще никто Так Это вообще Мы разговаривали С тобой уже не раз На эту тему Никто не придумал Альтернативу Насилию В видеоиграх До сих пор Ну это Последний Икс Из четырёх Да И Придумай ему Альтернативу Потому что Ну в 6 циве Да Там есть Вот эта Битва Миссионерами Но честно Вот сколько раз Я пытался Её сделать Для себя Интересной Ну это Обрубок Механики Которую Может быть Доведут Когда-нибудь До ума Там В седьмой части Да это бог То есть Потому что Сколько Содержит в себе Механика войны В таких играх То есть Это целый Вот Огромный пласт Вот эти Миссионеры Ну да Ты их сделал Ну вот Они ходят И они могут Друг друга Убеждать В том Что Чужая религия Неправильная Но в целом Это как будто бы Ну не то чтобы Интересная механика Однобокая Такая Там Многие игры Вводят Какой-нибудь Шпионаж Тоже Вот Ты ходишь Агентами Что-то Но на деле Ты просто Вот бегаешь Такими Юнитами Которые Как будто бы Невидимые И ну не знаю Разрушаешь райончики Например Да это прикольно Я не спорю Что наличие Этой механики Лучше чем Когда ее нету Но Заменой Скажем вот Войны Она просто Ну стать неспособна Есть вот Культурная Опять же В шестой циве Есть Как многие говорят Что культурная победа Это самая скучная победа Потому что Ну мы говорили про науку А она идет Примерно там Рядом Потому что Ты просто Строишься Тебя там Если никто не трогает Ты никого не трогаешь Со всеми Мир дружба Жвачка И такой Опа В какой-то момент Ты победил Здорово Замечательно И единственная Механика Культурной победы Которую придумали В шестой циве Это Рок группы Хотя они Ну это по логике Такие же Миссионеры Только Юнит по другому Называется Они ездят По разным странам Дают концерты И это Твоя страна Влияет на культуру Другой страны Через Вот этих ребят Все Ладно Ну и конечно же Чудеса света Но это уже Понятное дело То есть Ты что-то строишь И ты кого-то отправляешь Что-то делать Вот и вся механика Поэтому Проблема Проблема середины партии Как я это называю Потому что С середины партии В циве Если ты Не занимаешься войной Микроменеджмент В этот момент Уже Надоедает Ты на него Ну честно Я не помню Чтобы он где-то Не надоедал Потому что Это просто Строительство Зданий В каждом Городе И если у тебя Нет кризисного Менеджмента То есть Нет войны Которая тебе Как бы мешает Заниматься Всем остальным Мешает В положительном Ключе Я имею ввиду С точки зрения Игрового Экспириенса То как бы Ты просто Нажимаешь Следующий ход А если ты Начинаешь Нажимать Следующий ход Вот просто Подряд То как будто бы Можно начинать Новую партию Так люди и делают Едва ли Большинство партий Даже в условных Крестов Или цивилизация Доходит до конца Я думал Что меньше Пяти процентов Добирается До завершения Я до сих пор Не закончил Ни одну мою партию В Stellaris При том что У меня тысяча часов Да Это удовольствие Которое ты получаешь В процессе А не в окончании То есть я видел Весь контент Включая финальные кризисы Но вот прям Ну точно нужно заметить Что парадоксские игры Вообще не особенно В Stellaris Хоть какие-то условия Победы есть В Европе и крестах Номинальные условия Победы Просто есть финальная Да Не Они есть Как бы Количество вот этих ПОшек Да Ну конечно В том же состоянии В котором в Тетрисе Есть условия победы Да То есть ты как бы Ты можешь сам соревноваться Сам с собой Иначе Ну вот Виктории например есть Ты можешь быть первой Великой державой Это объективный показатель Это же победа по очкам Нет Или это что-то Ну это победа по очкам Но Великие державы В Виктории Это больше Чем просто статус Это доступ Сразу к куче механик Которые недоступны Другим державам Те неважно в принципе Какой ты там первый Или восьмой Ну кроме шанса Вылететь из этого клуба Но Первый это как бы статус Совет безопасности ООН Да Ну да Ну да Можно так сказать Ну собственно Великие державы С больших букв Это был вполне Открытый употреблявшийся В эпоху Виктории Термин Фиксация которого И стала Изначально Ну да По сути дела Уже в двадцатом веке Создание Совета безопасности ООН То есть параллели здесь Вполне Как бы такие Не случайны Какая твоя любимая Протоксовская игра Лянец Знаешь Сложный вопрос У меня вот кресты У меня вот кресты Без вопросов А какие кстати Последние все таки Хотя во вторых Есть что-то Наверное во вторых Я провел сильно Больше времени Но мне очень нравится Как третий Унаследовали лучше Что было во вторых И добавили Очень много своего Сейчас Мне наверное Больше всего нравится Либо Наверное прямо сейчас Все таки Европа универсалис Хотя у нее есть Важное преимущество Я просто очень люблю Эту эпоху То есть здесь опять же Вот любовь к истории Очень сильно давляет Мне очень не хватает Эпохи Вообще в популярной культуре Потому что вот как-то По умолчанию У нас все Сериалы, игры Фильмы и так далее И как-то заканчивают Вот они вот прям Ну не все конечно Но очень многие минуют Именно вот это Раннее новое время Там либо уже девятнадцатый век Либо всякое средневековье А у меня это как раз Самый такой любимый Самый мне интересный период Особенно его первая половина И Ну все таки Мне нравится контент И мне нравится то Как в Европе Нашли какой-то баланс Между Как сказать В кавычках Сюжетом Ну в смысле да Какими-то историями Которые разработчики Придумали Когда они там Стали ваять Отдельные деревья Миссии Разным нациям Я знаю что таких Это раздражает Но у меня как-то прикольно Особенно когда они становятся Ну Совершенно Ну Отпоехавших По-моему Это прописано Да Это прописанная ветка Развития Тептонского ордена В Европу Универсаль Блин это круто Ты мне почти продал игру Да это весело звучит Государственное устройство Называется Crusading Horde Такое могли сделать Только атеисты Мне кажется Такое придумать Могли только полные атеисты Там есть прекрасные Именно вот Религиозные ветки Там есть вот это Вот Неужели это стоит поиграть Я боюсь честно говоря Прикасаться Учитывая историю Размер игры Вот прям сильно На Iron Man И я вот все хочу Подобраться К возможности Поиграть За кусок Франции Который сейчас там Игромеханически является Отдельным государством За Нормандию Чтобы превратить Всю Францию В гигантский Священный орден Жанны Дар Нет это круто Это правда круто Мне только знаешь Из всех Вот этих вот Странных идей Что мне не понравилось У вторых крестоносцев Был DLC с ацтеками Которые приплывают С запада И захватывают полу Европы Вот это было плохо Я его обожаю Но тебе не нужно Объяснять мне Почему это было плохо Я прекрасно понимаю Но мне очень нравится Мне нравилось оно Знаешь В таком контексте Что это был пример Уже той вещи Которую они потом Сделали в Стелларисе Это эндгейм кризис Вот Когда у тебя В конце игры Произойдет какое-то событие И ты либо к нему готов И как-то вот выстоишь Либо ты к нему не готов И тебе будет больно Особенно если ты Какая-нибудь Испания С которой они обычно начинают Если ты там Какая-нибудь Русь Тебя уже монголы Разорили столетием раньше Тебе пофигу Я знаю Я знаю Что очень много Исторических Вот этих вот Альтернативок Да Было в Хард Сафайра Но Знаешь Где их еще больше В модах Ведь если мы говорим О 4х стратегии И тем более Про досовских стратегиях То нельзя вообще Не упомянуть Такое явление Как моддинг Вообще Очень многие игры Такие Они были бы Наверное В 4 раза менее Обызвестны Если бы не инструментарий Для того Чтобы создавать что-то свое И очень многие разработчики Следующих частей Это вчерашние моддеры Которые что-то создавали Для вот этих игр Там какие-нибудь карты Либо даже полноценные Какие-то игровые миры Играл ли ты в моды На эти игры Или может быть Олег ты играл В какие-нибудь моды На стратегии Я сразу скажу Я вам сейчас полностью Передаю слово Потому что я не играл Ни в один мод Вообще На какую-нибудь Игру в жизни Я по-моему Уже все время признавался Читать Мир фантастики в этом Если мы говорим Про именно Ну Какие-то стендалон моды Которые выросли Из определенной игры Ты об этом? Скорее Нет Именно про моды Для тех же крестоносцев Или там Не знаю Хадс оф Айрон Для цивилизации Ну Которые превращают ее В что-то совсем другое А Что-то совсем другое Ну Вот здесь Как бы В самой цивилизации По крайней мере В шестерке Ну Тут Есть официальные моды Которые Это буквально Дополнительные режимы Нет Я именно про то Что делали фанаты Не разработчики То что Нет Вот то что делали фанаты Я максимум добавлял Какие-то моды Для Вот удобства Скорее Там Какие-то Может быть Дополнительные Новых Исторических Личностей Можно было завести Или чего-нибудь Вот такого А вот Чтобы кардинальную игру Меняло Наверное Нет А я играл Чуть-чуть В основном я играл В моды По популярным Вселенным Ну Например Для крестоносцев Есть отличные моды Для Game of Thrones Есть моды По Фэнтези Вархаймеру По Моровинду Ну Точнее По Зелда Скролл Ну То есть Они Не только Заменяют Условно Модельки Да Они не только Заменяют Модельки Они порой Добавляют Целые механики Даже пласты Механик Например Мод на Игру престолов Для двойки Задолго До того Как появились Там предметы В самом последнем Диосе Они появились Про Китай Там ты мог Владеть Каким-нибудь Фамильным мечом Или там Драконим яйцом И у тебя Появлялось Событие Привязанное К этому предмету Например Ты мог Попытаться Пробудить Этого дракона С огромным Шансом Умереть Или ты мог Например Вызвать Кого-то На дуэль Когда Как эту Механику Сделали Опять же Только В самом конце И только В тройке Докрутили До того Состояния Как она Была В модах За 10 лет До этого Это просто Восхитительно Они предлагают Порой Очень крутые Вещи Но и Баги Моды По понятным Причинам Тестируют Не так хорошо Как Основные Игры И там Порой Попадают Такие Дикие Вещи Вот Мой Любимый Баг Был Из всех Видеоигр Мой Любимый Баг Как раз Из мода Для Христоносцев Там Была Реализована Механика Заселения Руин Ну то есть Какие-то Территории Были Сделаны То есть Вообще Вся Карта В Курсейдер Кингс Она Кем-то Занята У каждого Провинции Есть Владелец Есть Титл Который Относится К этой Провинции Им Кто-то Владеет Если Никто Не Владеет То игра Создает Какого-нибудь МПС Который Его Получает А там Была Реализована Механика Что ты Можешь Селять Какие-то Пустующие Территории Их Было Не Сильно Много Но тем менее Ну и В чем Прикол В самой Игре Эти Территории Там Нет Понятия Территория Как Такового Там Есть Понятие Титул И У Титула Есть Владелец То есть Это Было Реализовано Как Персонаж Заглушка С Пустой Иконкой Там Не Было Лица Там Было Залито Черным Или Серым Цветом И Было Название Этой Местности Но На Каком-то Этапе Видимо Может Я Какую-то Бета Версию Играл Создатель Мота Забыл Отключить Некоторые Важные Функции В Этой Штуке И Игра Совершенно Легально Вот Эти Вот Никем Не Занятые Руины Территории Определяла Как Персонажи И Эти Персонажи Они Интриговали Они Заключали Династические Браки И Эти Руины Женились На Каких-то Женщинах Соседних Правителей И Рождали Маленьких Руинят И Я Это Обнаружил Только Когда У меня Примерно Четверть Персонажей По дворе То есть Ну Которые У меня Находятся Люди Подданные Подчинения Ну Или Просто Чуваки Которые Приезжают Ко мне В гости Просто Потеряли Портреты Я сначала Думал Это Какой-то Бак Или Что-то Не Прогрузило И Что Портретов Нет И Мне Понадобился Час Чистого Времени Чтобы Понять Вообще В чем Дело Потому Что Просто Отрубились Портреты Оказывается Руины Тоже Хотят Детей Тоже Хотят Создать Свою Династию А то Что Это Стоят Скучают К ним Никто Не Приходит Но Это Миры Основанные На популярных Вселенных Но Ведь В моддинге Есть Сеттинги Которые Существуют Только Там Просто Это Целые Фантастические Миры Которые Прописывают Историю На Многие Столетия Вперед Назад То Что Делают Ролевики Только Вот Уже Вот В этих Четыре Играх Спасибо Роману Фанницкому Нашему Коллеге Он Набросал Три Примера Как раз Самых Характерных Которые Он Катирует Уважает Первый Это Анбинар Мир Вдохновленный Дарс Дрэгонс Был Модом Для Четвертой Европы И Анонсировали Версию Для Крестоносцев Тоже Вот Там Просто Целая Планета Куча Нацик Фракции Отдельные Сюжетные Линии Развилки Выборы То есть По сути Заново Сделанная Европа Только Вот Нации Не наши А другие По Хатсафарам Тоже Очень много Контента Это Было Еще У Самих Разработчиков У них У Второй Кажется Я Вот Играл В Вторую Насколько Помню Там Уже Был Сценарий Где Всего Бурбоновская Франция И Они Воюют Между Собой А есть Например Мод Кайзер Райх По Четвертой Хойке Там Германия Выиграла Первую Мировую Начинается Все В Тридцать Шестом Году В России Демократия Америка Развалилась Очень Интересно Еще Там Есть Мод Нью Ордер Это Уже Шестидесятые Человек В Высоком Замке Такой Когда Отдельные Государства Развалились Нацисты Когда-то Победили Но Уже Сами Одрыхлели Здорово Круто Очень Мало Жанров Видеоигр Вообще Позволяет Такое Творчество И Здесь 4х Стратегии Бессюжетные Игры Становятся Сюжетными Именно Стараниями Мододелов Стараниями Людей Которые Пишут After Action Reports Вот Эти То есть Художественное Писание Своих Партий Это Вообще Феномен Достойный Отдельного Изучения В Game Studies Я надеюсь Леонид Твои коллеги Когда-то Этим Займуются Модами Да Они Это В целом Изучают Но Вообще Действительно Нужно Похвалить Потому что Спрашен Не просто Свои миры Свои механики Свои элементы Интерфейса Создают Совершенно С нуля То есть Тот же По-моему Dead Kaiser Reich Или Нью World Order Это Вообще Скорее Визуальная Novell Ну то есть Там как бы Это очень далеко Уже уходит Даже на уровне Такого совсем Непосредственного Игрового опыта И конкретного Управления Собственно Обычной Хойки Потому что Там уже Сам такой Вес игры Немножко Уползает В сторону Принятия Такого Разветвленной Сети Решений Которая То что Является Глубоко Вторичной Механикой В оригинальной Хойке А здесь Собственно Становится Чем-то Центральным Ребят Мы уже много Говорим О видеоиграх Я знаю Что этот Из вас Самый Настольный Представитель Нашего Журнала Но Мне хочется Спросить А какие 4Х Настольные Игры Вы все-таки Любите Вот Так резко Сменим Тему Давайте Ну Я боюсь Что здесь Это скорее Вопрос К тебе Да я играл В цивилизацию И мне Не очень То есть На мой взгляд Это А ты играл В какую Цивилизацию В старую Довольно Я знаю 4 цивилизации Нет Сидмейер Сидмейер Сивилизейшн Официально Я знаю 4 Сидмейер Сивилизейшн Ну Точнее так Просто Сивилизейшн По которой Он Собственно Видеоигру делал И потом Еще 3 Нет Нет Которая Сама По игре Квадратные Тайлы Да Квадратные Тайлы Поля Все Я понял У меня Есть Цивилизация Я боюсь Что она Именно на русском Так называется Она называется Цивилизации По-моему У меня до сих пор Коробка Этой Сиви Которая Слушай Вот мне бы сейчас Сейчас если я Быстренько Погоди Погоди Там на коробке Не изображен ли Случайно Греческий корабль Да Это цивилизация Сержа Ложе Она называется Марен Остром На самом деле Наше море Это хорошая игра Она не относится К 4Х Но это действительно Хорошая игра Вот это была одна Наверное из первых Вообще настольных игр Которые мне Покупали Да Тогда еще Это мне покупали У меня было Что-то помимо Монополии в детстве Нет Именно про 4Х Настольные игры Вот мне это интересно Вот Если мы Можем к 4Х Наверное отнести Вот Мы уже Вне подкаста Чуть-чуть Об этом успели Поговорить Мне пару лет назад Подарили Эклипс Секонд Даун Оф Гэлакси Да И честно Вот та игра На которой я прям Прочувствовал Все моменты Вот этих 4Х Прям Ну если не идеально Сбалансированными Но вот Близко к тому Что я себе Представляю Под этим Потому что Ты в начале В этой игре Ты открываешь Для себя там Ближайшее Космическое пространство Оно может тебя Очень радовать Может тебя Огорчать Просто моментально Свои там Каким-то рандомом Несмотря на это У тебя получается Куда-то развиваться Каким-то образом Я Вот Сколько мы партий С друзьями сыграли Практически Не было такого Чтобы Человек не мог Даже при самом Худшем раскладе С какого-то старта Чтобы он не смог Достаточно развиться Чтобы представлять Из себя Ну Какого-то конкурента Есть нюансы Я очень уважаю Люблю Эклипс Я сейчас Нему несколько охладел Потому что Это все-таки игра В которой очень многое Зависит от этапа Когда ты Вырываешься за пределы Своих нескольких систем И начинаешь бить древних Ну там древние Это такие Жетончики Вот этих Нейтральных инопланетян Если ты их победишь Ты получишь хорошие бонусы Новые системы Если нет То ты очень сильно Отстаешь в развитии А боевка там Все-таки на кубах Это очень бесит игроков Которые любят Играть более надежно Но тут знаешь Take it or leave it Либо тебе нравится такое И принимаешь Правила игры Либо нет Эклипс Классный Это одна из первых игр Где был У игрока Большой планшет С которого он снимал Компоненты Открывая там Какие-то штуки Ну вот это В смысле менялось Не в экономика От того что он Компоненты с планшета Ставит на поле Это было в Торемистике Это было в Ганзе Тертонике Это ну и По большому счету Все Ну Эклипс Он прям сделал Из этой механики Конфетку То есть ты получается Вот можешь делать Действия Вот эти экшены И у тебя на них Каждый твой экшен Получается Который ты делаешь Он заставит тебя Заплатить деньги В конце раунда И ты такой думаешь Блин а надо мне оно Или не надо Надо или не надо Хватит ли мне денег Или давайте я лучше Сэкономлю Потом построю там Не знаю Лишние корабли Посмотреть как твой сосед В попытках Все это сделать Загоняет себя В банкротство Да Да Ты его подружески Останавливаешь Говоришь не надо При этом Эти же диски Которые ты выполняешь Действия Они же отвечают За контроль территории Если у тебя Большая такая империя То она должна И денег много приносить Иначе Тебе не будет хватать Или там будет хватать Всего на парочку действий Поэтому игра Прямо очень кризисная И это решает Да А какой там Конструктор кораблей Ой Очень прикольный То есть вот эти Все технологии Которые вы можете Приобретать Это вот Они открывают вам Доступ к каким-то Новым пушкам Или новым там Двигателям И ты потом Собираешь из стайликов Просто эти все кораблики Чтобы они И ты можешь Сделать флот Там не знаю Какой-нибудь Дредноут с одной жизнью У которого там Все остальные слоты Заняты ракетами И он выпускает Один залп перед боем И все И стоит Но скорее всего Этот залп уже все остальное снес А может наоборот Бронированные туши Такие делать У нас иногда Так и играют Но вот в первом издании Ракеты были очень сильные И поэтому во втором Сильно по-другому Все сделали У игры все-таки Были большие проблемы С балансом И определенные проблемы Остаются до сих пор Но это нормально Для настолько сложной Конфлексной игры Никаких проблем У меня с ней нет Если так уж брать Какие люблю я Ну понятно Сумерки Империи Хорошая игра Там очень круто сделано Что ты не просто стремишься Все захватить Все что ни копать А что вы выполняете Какие-то мини-квесты Которые требуют Очень нетривиальных подходов И заставляют тебя Как-то договариваться С соседями Там очень большая роль дипломатии Forbidden Stars Поверхаймера Очень крутая игра Там оригинальная Боевая механика Завязанная прямо На асимметричные колоды Там Эльдары Там они будут Как-то вот Избегать боя Как-то хитро Телепортироваться Через полкарты Там Хаос Будет плодиться Орки На пофиг Летают по космосу Без кораблей Там очень много Крутых фишек У каждой фракции И они прям Здоровские Да и фанатский доп Кстати есть Не очень сбалансированный Там еще 4 фракции Добавляются Есть Замечательный Уже несколько устаревший Рунворс Который Не 4х Но Скорее настольные герои Но У меня лежит Есть Леонид Кстати это для тебя Специально Спешл Мэншен Фор Леонид Есть такая игра 4х Про исследование Космоса И все такое Называется Стартрек Асценденси Ага Я понял Почему для меня Я честно говоря С нее сгорел Но она очень Асимметричная Вплоть до того Что там Все сделано Настолько максимально Аутентично Что куда уж По другому Например Там Галактическая федерация Не может воевать Ну в смысле Она не может Воевать С планетами Ну захватывать планеты Военным путем Вообще никак Ну как тебе такая идея Как фанат Стартрека Понимаешь В полном восторге А еще там В отличие от многих Настольных игр Там просто Вот Я уже говорил Что есть проблема Такая с одним из иксов Что вот Эксплор Ну не делают Часто на столках Там сделали Эксплор Так эксплор Там планеты Вообще Гвоздями к полю Не прибиты Ты открываешь планету Ты вот ведешь Какой-то коридор Вот да Коридор это такая палочка Да вот Которая ведет От твоей планеты Ты вот когда что-то там исследуешь Ты берешь какую-то палочку Которая тебе досталась Там она может быть Еще разной длины Вот И соединяешь Твой кружочек С другим кружочком Который тебе достался А когда ты летишь Там из этого кружочка Или еще там дальше Ты можешь Если у тебя там Вот геометрия поля Вот этих треугольничков Которые формируются Из вот этих путей Достает Ты можешь полететь туда То есть там Вот эти вот все планеты Они вращаются Вот То есть они вот так вот Болтаются Знаешь как вот молекулки На картинках И пока Кто-то с третьего конца Не прилетит И не замкнет это все В треугольник Это реально круто То есть там поле Это такая Гибкая конструкция Которая может сильно меняться Даже в середине игры Не то что в начале Но Отдельные механические решения Вызывает у меня горение В этой игре Но я знаю У нее довольно много фанатов Даже среди вот любителей Более сложных игр Но Есть еще Whitefall Такая игра Где вот То что Сделано в эклипсе С кубиками Пытается решить На евромеханиках То есть на Механиках Где там гарантирован Ты знаешь Какая там фишка берется Или еще что-то такое Но у меня к ней Большая претензия Что Она очень поделена На микродействия И там страшный даунтайм Если игроки играют В первые разы А мне кажется И не только Если в первые Ну В общем Если вы любите Хардкорное Сложное евро И вам хочется Увидеть евро В формате 4х стратегии То это вот оно Ну точнее 3х стратегии Потому что там все-таки Поли фиксированы Потом я у тебя Списочек Всех названных игр Еще раз Я думаю Мы повесим Списочек Всех названных игр В принципе В посте И я бы собственно Как раз предложил бы А вот что мы еще Забыли Не Погоди Погоди Я не назвал Самую любимую Настольную игру Лучше 4х Хорошо Хорошо Это Clash of cultures Или столкновение Цивилизации В русском переводе Она уникальна тем Что здесь Не стали делать Цивилизацию Не стали делать Космос Это игра Целиком Полностью Остающаяся В рамках Ну примерно Античности Вот Ну от каменного века Давай там До Не знаю 200-го года Там есть Достаточно скромное поле На котором там 3х или 4х типов Гексы Вот вы Основываете города В которых вы можете Строить Кстати здания Которые дают вам Разные бонусы Здания определяют Уровень этого города Но чем меня эта игра В конечном счете Покорила Первое Это большим планшетом Технологий Которые действительно Влияют на игру То есть Есть технологии Которые там Открывают вам Типы юнитов Есть технологии Которые открывают вам Какие-то Очень крутые обилки Например Как-то хитро плавать По этой карте Или там Получать кучу денег За определенное Положение на поле И ты чувствуешь Что ты не просто Получил там Плюс один к пище Там или еще что-то А половина из них Действительно Качественно влияют На ситуацию Не только количественно Ну это вот кстати Да Это вот Технологическое древо Это тоже такая Больная мозоль У многих 4х Да-да-да Вот И второе Там действительно Крутые разные фракции Вот Например Мы играли С ребятами Когда последний раз В эту игру Один из нас Играл за карфаген Другой За викингов Это фракции Обе Завязаны на воду Ну то есть Они морские Они Вроде как Кораблики И кораблики Это две Абсолютно разные Морские фракции Вот прям Абсолютно разные То есть У карфагена У него фишка В том Что он может Взаимодействовать С нейтральными Корабликами С пиратами Там Дружить С ними Там Насылать Куда-то там И он это На полную катушку Использует Это прикольно Он зарабатывает Классический Они очень активно Умеют путешествовать Например Через лотные квадраты Или например У них есть лидер Который получает Там победные очки Просто от того Что во многих местах Побывал Например И у тебя цель Будет уже Там не захватывать Какие-то города Территории Там мочить противника А просто им как-то Удачно побегать По морским квадратам Потому что Он весь такой мореход Ну это круто Мне нравится Когда пытаются От привычной механики Разбавить чем-то новым И мне кажется Что у авторов Этой игры Удалось это сделать Может быть Не с первого раза Там дополнение К первому изданию Очень многое Добавляло интересного В том числе Как раз Вот эти фракции Но со второй попытки Вот с этого Монументального издания У них получилось Вот Наверное Я закончил Этот кусок Я вот думал Что Ну блин Хотел найти момент Пока мы Про любимые игры Там Какие-то еще Не упомянуты Не сказали Я думал Спросить Если мы можем Чуть-чуть вернуться В область Виртуальных Стратегий Все-таки В настольных У нас есть Такой Относительно Большой плюс Что мы играем там С другими людьми Во многих из них Компьютерные версии Известны Ну наверное В большинстве Своем тем Что человек В них играет Будто один Да Это интересно Вот И тут скорее Мне было бы Ну как-то у вас Вот мнение узнать Должны ли 4Х Становиться Ну более Привлекательными Именно как Мультиплеерные части Или им Вот Суждено Оставаться Такими Именно развлекаловым На одного Потому что У меня Вот как бы Ощущение Что мне интересно Играть Вот в ту же Циву С друзьями Ну там Или в Хьюман Кайнд Например Для нас это как Общий процесс Общей медитации То есть мы Сидим Что-то Разговариваем За жизнь И в это время Там что-то делаем И Вроде как бы Играем Вроде как и вместе Хотя Не всегда так Вот У той же Цивы Там Хотелось бы Какие-то механики Чуть больше На мультиплеер Завязанные У Хьюман Кайнда Бы хотелось Больше Игры все равно Как-то вот Их прет В сторону Что вот Ты один Против кучи Не особо-то и умных На самом деле Ботов Потому что У ботов К сожалению Искусственный интеллект Все еще Тупенький Как бы далеко Не заходил Мне кажется Это два разных Направления И цивилизация Как раз Мультиплеер Очень даже пытается И вполне себе Успешно В нее играют Как раз вместе И за счет этого Игра живет Я только на Партии в пятую Смотрел стримеров И это вполне себе Кибердисциплина Ну только Да, я видел Я видел целую лигу По шестой циве Которая Ну Они там как бы Сильно обрезают Игру То есть Вырезают Можно сказать Практически Механики Которые Можно слишком Хорошо Обузить В мультиплеерной Игре Вот То есть Генерировать Как-то легко Какие-нибудь Очки Там денег Технологии Или чего-нибудь Другого За просто так Это нормально Это делают Во многих Играх Во многих Дисциплинах В какой-нибудь МТГ Тоже есть Список карт Которые К турнирам Недоступны Да, да, да Вот Это нормально И Есть все же Игры Которые Не пытаются В этот Я не думаю Что парадоксовски Хотят стать Прям мультиплеерными играми Хотя они это позволяют И люди в них тоже играют вместе Но это Немного другой тип игры Это вот Как вот Вы можете Не знаю Зайти подчилить Какой-нибудь пункт Там, не знаю Фортнайт Майнкрафт Вот скорее да Майнкрафт Это Элитерария Это песочница Которую вы играете вместе Строите там Какие-то Кулички Вот А цивилизация Это игра Где вы Друг против друга Играете Почти всегда Для меня кажется Здесь такой вопрос Что мы имеем ввиду Под этим развитием Потому что Как бы в парадоксских играх Вы тоже формально Играете друг против друга Как правило Вы можете конечно Действовать командой Но тогда вам нужно Ну либо сложность Выкручивать очень сильно Либо Ну нужно будет Очень своеобразный Так Опыт Как бы Как было справедливо сказано Боты И так Не 7-5 Волбов зачастую Да В общем И если группа игроков Там Ну не навешивая На всякие гири Начинает командой И договариваясь Еще друг с другом Там по дискорду Все решать Да ну как-то Становится Своеобразно Мне кажется Что Ну да В принципе действительно Это все существует В мультиплеере Вполне Да я играю с друзьями Как раз в Теларис Например очень много Сейчас как раз Надеюсь затащить В Европу Моих знакомых Да я там захожу Там живые Все отлично Идет какая-то движуха Мне несомненно Было бы любопытно Посмотреть На какие-то игры Которые пошли бы Ну где-то дальше Чтобы стать более комфортными Для мультиплеера Потому что мне кажется Что в процессе Они могли бы И для синглплеера Придумать что-нибудь Интересное Ну например Как-то вот Развить идею Из крестов Что вы все Можете быть подданными Одного и того же Сюзерена Но как-нибудь Еще докрутить Это чтобы Вы прям реально Были бы такой вот Командой Которая должна В целом Скорее работать Вместе Да допустим Там параллельно Решая какие-то Свои задачи Но не имея Возможности Прям выпилить Друг друга Из игры до конца Или вот какие-то Подобные штуки Придумывать Мне кажется Это было бы Любопытно Но мне кажется Что в сущности Это было бы уже Не совсем 4Х Что это уже Была бы какая-то Такая игра Которая близко Как 4Х Но уже Немного про другое Да там Какие-то такие Другие Было бы правда Очень здорово Но на мой взгляд Уже Так немножко Выходя В другие У нас вот В плане Мультиплеера Мы когда пробовали Age of Wonders Четвертый С друзьями Только на релизе Сейчас не знаю По-моему Все еще не исправили Это Потому что Это Такой костыль На уровне Движка игры И игра Вроде как бы И хочет Чтобы вы Ну могли Играть Там Вместе Ну так Друг против друга Но При этом Совершенно Вот механически К этому Будто бы Не приспособлены Потому что Там есть Такая проблема Что когда Один из игроков Начинает Битву То Все остальные Игроки Они не могут Делать Ничего То есть Не то чтобы Нажать следующий ход Это ладно Это понятно Они не могут Вообще ничего Буквально даже Нажать на Какой-нибудь Вот На свой город Даже нельзя И Вот это Вот Просто Ступор Честно говоря Вводят Это вот То из-за чего Мы в какой-то Момент Эту игру Как бы Забросили Хотя Вроде бы Она такая Интересная Ну в этом смысле Реалтаймовые игры От парадокс Поживей Проходит Ребят Давайте Наверное Потихоньку Закругляться И Перед тем Как Прощаться Со всеми Мне вот Хотелось бы Вас спросить А в какую 4х игру Вы бы хотели Поиграть Что вам В жанре Не хватает Или просто У вас может быть Есть хотелка Какая-то Которую Еще никто не реализовал Но кто-то Обязательно реализует Давай я быстро скажу Потому что я прям Много над этим думал Я хочу Полноценную Фэнтези 4х Да вот Чтобы там Прямо действительно Все 4х Были бы Достаточно важны На мой взгляд Эйджо Вандерса Который мы уже Упомянули Он вот Вот почти Да вот Последняя Особенная часть Вот уже Она в шаге От этого Подробная дипломатия Там есть Некоторый аналог Технологического Древа Там Ну на самом деле Вообще Все очень Мастер оф мэджик Восходит идея Использовать Заклинание Как аналог Технологического Древа Но вот В Эйджо Вандерс Они прям Много в эту Сторону сделали И вот Еще немножечко И будет прям Хорошо Будет вот прям Как раз то Чего я от этого Жанра очень жду Да Фэнтези Стэлаймс С возможностью Свою расу Придумать Собрать все Фэнтезийные Клише Какие только Не есть От прач До Говарда Там Где знают Пасантен Сю И про фикитайщины И вот Это прям Такая для меня Мечта Ну и вообще Как-то побольше Бы хотелось Экспериментов С 4Х В необычных Жанрах А то действительно Вот как-то Они как Сталины Эти два колеса Из реальной истории И космоса Так в общем На них ет Да Есть же Ну там Не знаю Просто апокалипсис 4Х Не все же На мододелах Так сказать Паразитировать Да вот Пусть как бы Разработчики тоже Взаимно Олег А во что ты хочешь Собрать Ой да Если говорить Про что-то Из разряда Мечты Там Придумывать Идеальную игру Мне Много Это в принципе Не надо Мне Мне даже Вот Сеттинг Я любой Мне наверное Любой зайдет Если это Ну Да я уже говорил Про что с космосом Конечно чуть-чуть Сложнее Но даже Ну фиг с ним Мне Вот очень Бы хотелось Такую 4Х Которая Способна Вот взять При всей Долготе Партии Взять В середине Этой самой Партии Действительно Сделаться Ну как бы Не там Более интересной А вот Продолжить Тебя Увлекать Уже не Там Этим Экспеншеном Или Эксплорингом Который уже Как бы Прошел А вот Какими-то Доработанными Механиками Которые Могут тебя Занять Вместо Микроменеджмента Городов Или своих Войск Достойное Желание Я тоже Такую Хотел сыграть Вот Но это Я понимаю Что это Да Это если бы Мы жили В идеальном мире Или вот Это что-то такое Ну Как бы Почему бы Не помечтать Об этом Ну там Характерно Что Чтобы решить Ту Партии В Стелларисе Они например Дополнили Эндгейм Крайсис И просто Мидгейм Крайсис Вот вам Второй Костыль Это как бы Ну Казалось бы Ну да Это решение Потому что У тебя хотя бы Внимание на это Переключается И ты Да У тебя такой Ну некий Кризис менеджмент Начинается И Всего не хватает Этого не хватает Надо что-то с этим делать Ну По крайней мере Адреналин Хоть В каком-то виде В кровь В кровь поступает У меня хотелка Попроще И наверное Реализуемая Но Как-то так Ни разу Никого еще Не получилось У меня Простое желание Дайте мне Хорошую Глубокую Комплексную 4х стратегию Либо просто Пардокс лайк стратегию Про античность Потому что Все что делали Ну Блины были комом Подожди Подожди Про античность А Ну античность Какого вида Ну как В временной период Вполне конкретный Примерно до Домината В Риме То есть где-то До середины Третьего века Нашей эры Давай так Блин Я пытаюсь вспомнить Я вот к сожалению Забыл В какой у нас Временной промежуток Происходит Есть игра От Но я не совсем уверен Что это Парадокс лайк Нет Есть император Ром От парадоксов Который Не взлетел Есть еще Европа Универсалис Ром Да Я вот В нее Играл Она Прямо Ощущается Как недоделанный Мод на Европу Я вот Как раз Когда мы хотели Рассказать Про какие-то там Любимые Или что-то еще Я просто хотел Упомянуть Одну игру Про которую Мы ни разу Не сказали Она Кажется От геймдизайнера Четвертой цивилизации Олдворлд Называется Вот Я не уверен Олдворлд Есть Да Вот он как бы Про вот это Но Это все-таки Цивилизация Больше цивлайк Да Это цивилизация И А у нее есть Определенные проблемы Например Микроменеджмент Страшный Прямо очень страшный Там Я вот Наблюдал только за стримами И не стал в нее играть А я хочу Вот то что сделал Император Я хочу чтобы была игра Уровня крестоносцев Ну Крустейдер Кингс Ну ты хочешь Императора Но хорошего Да Я хочу императора Но хорошего То есть Какую античность я хочу Я хочу игру про античность Которая Учитывает Какое тогда Было общество Какие тогда были религии И как они взаимодействовали Что там У одного Геркулеса Могли в соседних городах Быть два храма Которые воевали Друг с другом Там Причем вполне реально воевали Это могли быть Это вроде разные Геркулеса Вроде один Геркулес Вот Я хочу чтобы там Были интересные Вот эти социальные страты В стиле вот Виктория Они попытались это сделать Люди с разными чаяниями Там И доступом К власти Потому что Античность Это Ну вообще Та эпоха Для нас Если в нее углубляться Это общество Инопланетян Это общество людей Которые Думали Делали Действовали Вообще по-другому И это интересно Вот Я бы на это С удовольствием посмотрел Можно добавить туда Элементы Рогалика Выживатора Где ты там Отправляешь С огромным риском Экспедицию Куда-нибудь там В Британию За оловом И там у тебя По пути их Грабят киликийские пираты Это может быть Опять же Игра Где ты там Ставишь цель Например Обожествить себя И так Чтоб тебя там В Сенате не закололи Много чего Можно придумать Интересного Пока что Это реализовано Только в модах Для тех же крестов Ну и то они Не самые популярные Ну да И это кстати Мне кажется Это реализуемо Потому что Если игра Не пытается Да вот Вширь На все там Условные Временные промежутки Занять Не расплескивается Так сказать По ним То Как будто бы Можно Такие там Сценарные Тонкие моменты В рамках Да Одной только античности Можно в принципе И продумать И сделать Это Не то чтобы Невозможно Ну Будем надеяться Нам ребят Пора уже Заканчивать Давайте Перед тем Как попрощаться С аудиторией Скажем Спасибо Нашим Замечательным Слушателям Мы Записываем Эти подкасты Ради вас Мы Собираемся Ради вас Мы вас Любим Нам очень приятно Что Наше скромное Мнение По поводу Эти грандиозных Игр Вас так интересует Отдельное спасибо Нашим Самым Самым Замечательным Слушателям Антону Дзодзикову Данай И Тиграну Казаряну Спасибо Что нас поддерживаете Этот выпуск Мы записали В том числе Потому что Нас Антон Как раз попросил Поговорить об Эти игры И сказать Что мы о них Думаем Какие мы любим Предлагайте Новые темы Для выпусков Предлагайте Идеи Кому поговорить О чем поговорить Как поговорить Мы правда Это все читаем Смотрим Нам интересно Говорить о том Что интересно вам Большое Вам спасибо Обязательно Пишите Если есть 4x игры Которые Вы можете Посоветовать Потому что Друг другу И нам Да У нас Странно Что мы эти игры Все тоже очень любим Мы не можем Поиграть во все игры Мы не можем Знать все игры Мы не можем За час-полтора Рассказать обо всех играх Поэтому Если вы поможете Вспомнить То что мы не назвали Будет очень здорово Особенно в таком жанре Где каждая игра Отнимает у тебя По тысяче часов жизни С вами был Павел Лин Дэвид Мэйжус Олег Поторокин Всем пока До новых встреч Всем пока Пока Мир фантастики Мир фантастики Мир фантастики